Это упражнение мы подсмотрели у наших китайских коллег. Захар Смирнов – кандидат в мастера спорта по тяжелой атлетике. Его отец Дмитрий – старший тренер сборной Курганской области. В условиях самоизоляции они продолжают тренировки дома. По мнению наставника, одна из основных задач – сохранить у ребят мотивацию. То есть ребята выполняют упражнения с палочками, чтобы стереотип движения техники выполнения упражнений сохранялся. Также и диамоторную тренировку подключают. И работа на технику с маленькими весами или имитацией. Сила у ребят быстро восстановится в дальнейшем, когда они начнут тренироваться в обычных условиях. Но связочный аппарат теряет тонус, если не тренироваться совсем. Сейчас у нас самая главная задача – это поддержать связки и мышцы в тонусе держать. Поэтому стараюсь тренироваться каждый день. В воскресенье делаю просто упражнения на гибкость. Некоторые наши лидеры занимаются на улице. Юрий Боровских – старший тренер юниорской женской сборной России. Перенество мира в Румынии из-за пандемии коронавируса перенесли. Наставник считает, национальная команда могла завоевать как минимум три золота. Сейчас все находятся дома. Дома никто не сидит, все готовятся, высылают видео. Сейчас условия позволяют. Тренировочный процесс как бы идет. Все контролируется. Смотришь, как действительно корректировка. Там у них есть и личные тренера, с кем они сидят дома. Ну и тут уже мне, как старшему тренеру, это сама организация главная. Юрий Боровских тренирует и Светлану Черемшанову, неоднократного победителя и призера чемпионатов России. Светлана говорит, к новым условиям привыкать непросто. Где-то силовую делаем побольше, где-то на технику побольше делаем. Конечно, останавливаться ни в коем случае нельзя. Нужно работать, нужно терпеть. Но в дальнейшем никто не знает, что и как будет. Потому что мы все в равных условиях. Незадолго до карантина на тренировке Александр Кибанов показал в сумме двоеборье 390 килограммов. С этим результатом можно быть в призерах на чемпионате Европы. По его словам, дома идеальную форму поддерживать почти невозможно. Но стремиться к этому необходимо. Терпеть, стараться, несмотря ни на что, пытаться как-то работать. Ну и не киснуть. Главное не киснуть.